Всем привет, всем бодрости, дух, адекватности, бытия, ваша любимая рубрика, интересная в блогах, и дзен-канал Биосфератум. Поехали! Это была не русалка, два случая на Иваньковском водохранилище, легенды Московского моря. Мне иногда доводилось общаться с очевидцами странных событий, в некоторые из них сложно поверить. В свое время я часто ездил на рыбалке по озерам и рекам, в европейской части России. Бывал я и на Иваньковском водохранилище, которое еще называют, Московским морем, впечатляющий водоем с огромными перспективами для рыбаков. Если меня кто-нибудь спросил бы, где лучше всего рыбачить, я бы не задумываясь отправился туда. Недавно узнал о двух случаях 23-го года, уже перешедших в разряд местных легенд, связанных с этим местом. Конечно, рыбалки бывает привирают, когда рассказывают, какую рыбу выловили, рыбаки то есть, но в данных инцидентах не сомневаюсь. Дело было в июле. Местный житель, как и большинство, нередко проводит время за рыбалкой. Ну еще бы водохранилище, река Волга, какой простор. Да и рыбы здесь водятся немеренно. В общем, выбрался на лодке мужчина в ночь, чтобы встретить рассвет со снастями вдали от берега. Ну вот такая вот русалка-красотка там, якобы обитает на Иванькском водохранилище. Что думаете? Пишите комментарии. Это была не русалка. Примерно в 2 часа ночи с 7 на 8 июля 23-го года, рыбак заметил, что кто-то проплыл возле его лодки. Бледный крупный навел фонарь. Никого. Может быть, блик от луны или чего-то еще? Успокоился, стал дальше ловить рыбу и снова заметил нечто непосредственно вблизи от лодки. Смотрелся, увидел женский силуэт, только бледный с длинными темно-синими волосами. Хотел закричать, что девка заплыла ночью далеко от берега. Затем понял, что не какая-то не пловчиха. Стал не по себе. А существо круги наматывает вокруг лодки. Ночь, рыбак один, никого рядом нет. Если вдруг его из лодки вытолкнут, может и не спастись. В голове словно ангел-хранитель прошептал, нарыбачился, плови к берегу. Так мужчина и сделал. По его словам, это была не русалка, хвоста рыбьего не видел. Обнаженная девушка с мертвой на бледной коже, примерно в двух с половиной-трех километрах от берега. Еще с 18 века местные жители сталкивались тут с подобными существами. Однако в недавние времена таких встреч не наблюдалось. И второй случай на Иваньковском же водохранилище. И это был не единственный случай в 23-м году. Там, где Волга впадает в Иваньковское водохранилище, есть и остров Могилевский. Иногда туда плавают рыбаки, просто желающие посетить этот удаленный кусочек суши. Второй половине августа трое студентов отправились к нему, чтобы встретить рассвет. С одной стороны, остров не имеет растительности, там очень удобно расположиться, ничего не помешает. А с других сторон берега скрыты в околоводных зарослях. Решив изучить весь остров, ребята направились к зарослям и услышали девичий смет. Удивившись, что там кто-то есть, они стали всматриваться, но никого не заметили. Лодок поблизости не было, а вплавь практически никто не рискнул выплыть к острову, так и не выяснив, кто мог смеяться. Ребята вернулись на свой берег и продолжили отдыхать. Стемнело, погода ясная. Небо безоблачно, видны звезды, спутники. Вся эта красота отражается на водной глади, которая практически не волновалась. Ну, такая там красота. Прям уж купаться захотелось. И снова женский смех раздался откуда-то со стороны. С дальнего берега он не мог эхом донестись сюда. Тогда парни окликнули незнакомку или незнакомок, но в ответ ничего. Взяли фонари и направились к источнику звука. Он скрывался где-то в высокой траве, и в этом была опасность. Абсолютно не видно, где кончался берег и начиналась бездна. Один из ребят поскользнулся и рухнул в воду. Двое других подбежали и помогли выбраться. В этот момент что-то бледное показалось из воды, но что именно, никто не разглядел. Однако пострадавший убежал, и крепкие холодные руки ухватили его за ногу и тянули ко дну. В свете фонари они осмотрели ссадины, и те выглядели словно оставлены когтистой рукой. Дождаться рассвета ребята не стали, и уплыли на лодке подальше от острова. Понятное дело, что страх и глаза велики. В обоих случаях оценка происходящего могла иметь субъективный характер. Но исключать существование каких-то подводных обитателей нельзя. Интересные истории две про русалок. Мы с вами, кстати, немножечко говорили на стримах про русалок. Здесь прям подробно так в красках описали про русалок на Иванихском водохранилище. Никогда бы не подумал, что там что-то обитает. Может быть, все городские байки. Не знаю, может вы сталкивались с чем-то аномальным. Но мне кажется, что русалки существуют. Согласны, согласны? Пишите комментарии, ставьте палец вверх. Спасибо вам, друзья.